Традиционное жилище Хакасов На мужской половине юрты у нас собраны предметы, которыми пользовался мужчина. Обратите внимание, здесь у нас и седло, и предметы, которые он использовал для земледелия, для охоты. Здесь у нас уже не импровизированный, а самый настоящий очаг, который горит, на котором готовили хозяйки. На правой половине, на женской, мы можем видеть посуду, предметы быта, которыми пользовались женщины. Старинная фарфоровая посуда 18 века – подлинные предметы из фондов музея, которыми пользовались 100 и даже 200 лет назад. Ну, например, вот этот предмет, да, вроде бы на вид он, ну, непонятно, что это такое, вот оконский волос перепутанный, да, а оказывается, это самая настоящая цедилка для молока. Вот молоко, когда молоко подоили, сразу же его процеживали вот через такое приспособление. Некоторые гости признались, как будто оказались в детстве у себя дома. Новый формат юрты позволяет увидеть древнее жилище изнутри, в него можно входить. И тут же проводить музейные занятия и мастер-классы. Дополняют выставку уникальные фотографии начала 20 века из фондов Хакасского и Минусинского музеев. Как замечательно, что мы возвращаемся к истокам. Особенно хотелось бы сегодня сказать спасибо от имени руководства республики, всем, кто готовил эту экспозицию, хранителям музея, рабочим, нашим меценатам. Она будет обязательно востребована. Этнографическая экспозиция будет расширяться. Музею еще есть чем удивить знатоков хакасской культуры. Ольга Барловская, Александр Сердюк, РТС.